Сейчас давайте с вами сделаем наш сайтик еще чуточку-чуточку красивее, а именно мы подключим с вами иконочку для нашего сайта. Итак, что нам необходимо сделать? Опять-таки, это служебная информация, поэтому мы размещаем ее в теге head. Мы подключаем иконку через специальный тег под названием link. Вот он, да? Видим. И здесь первым делом пишем такой атрибут rel, равняется, и в двойных кавычках пишем shortcut, смотрите как я пишу, shortcut, то есть надо, чтобы слово, буква в букву совпадало, внимательны будьте, пожалуйста, и через defis, через пробел, точнее, пишем icon. То есть мы указываем браузеру, что здесь мы будем подключать иконку. Дополнительно мы можем указать еще атрибут type, в котором мы можем написать, так, что там мы можем написать, image, image, так, image, точнее, slash, x, defis, icon. Обратите внимание, что у меня автоматически закрылся тег, обязательно ставим закрывающую кавычку на все теги, то есть не забывайте про это, иначе работать не будет. И теперь следующий атрибут, назовем его давайте href, тоже слово в слово. И теперь давайте мы укажем картинку, которую будем использовать в качестве логотипа. Итак, для этого переходим в папочку mySite, и здесь открываем папочку images. И обратите внимание, я здесь разместил две картинки, чтобы просто для, так сказать, теста. Одна очень большая, 500 на 512 на 512 пикселей, размер очень большой. Давайте мы ее сначала подключим. Итак, напишем здесь следующее. Папочка у нас images идет, да, поэтому мы указываем сначала папочку images, потом ставим слэш и указываем название картинки с расширением. Название logo big, давайте мы logo big, logo big, а расширение у нее точка, пишем png. Итак, давайте мы сохранимся, перейдем в браузер, обновим страничку и увидим, что у нас появилась вот такая иконка. Видите, несмотря на то, что она там очень большая, мы можем все равно ее подключить. Ну, так как это неправильно, слишком большой размер, давайте мы теперь подключим иконочку поменьше. Она весит всего 5 килобайт, 48 на 48 пикселей размер у нее. И давайте мы ее тоже подключим. Вместо logo big она называется logo min, все остальное точно так же. Так, поэтому меняем big на min, сохраняемся, обновляем страничку и видим, что у нас появилась новая иконочка. И тоже она отлично смотрится. Ну что ж, переходим к следующему занятию. Субтитры делал DimaTorzok